Что делать, если кот подавился, застряла кость в горле? Бывают случаи, когда пища застревает в глотке или пищеводе кота. Это приводит к приступу души, кровоизлиянию, механическому повреждению слизистой оболочки, нарушению пищеварения. Каждому хозяину следует знать, что делать, если кот подавился, как оказать первую помощь животному. Особенности глотки и пищевода у котов Пищеварительный тракт животного начинается с ротовой полости. Еда пережавывается перед тем, как попасть в глотку. В ней наблюдаются две части – дыхательная и пищеварительная. Если народный предмет застрял в глотке, это представляет собой опасность, так как он может переместиться как в пищеварительную, так и в дыхательную систему. Глотка – это полный орган, через который пищевой комок попадает в пищевод. Осмотр у ветеринара крайние меры в такой ситуации к сведению. Пищевод постоянно находится в спящем состоянии и до момента поступления пищи. В нем содержится мышечная ткань, которая продвигает пищевой комок вниз по жекоте. Его полость выстилает слизистая оболочка, под которой находятся железистые клетки. Когда еда проникает в пищевод, мышечная ткань активизируется, проталкивая ее к желудку. Как понять, что кот поперхнулся? Если животное подавилось, это можно понять, а последующим симптомом питомец начинает сильно кашлять, животное питается отхаркнуть. Выплюнуть народный предмет Кот начинает задыхаться Кот не может проглотить еду, обильное слюнотечение, потеря сознания при раскрытии. Постевидный народный предмет в гортане Отхаркивание кровью Рвотный рефлекс Если кот поперхнулся, может выявиться один или все симптомы в зависимости от места локализации патологического процесса. По ним предполагают причину приступа удушья. Предварительно хозяин должен определить, что делать, если кошка подавилась. Главное, если кот подавился, не паниковать ложное удуши. Не всегда вышеперечисленные симптомы могут означать застревание. У души может образоваться вследствие других причин аллергические реакции на бытовые предметы пищу. Сильный спазм гортани Кот мог Проглотить комок шерсти, который вызывает рвотный рефлекс. Реакция организма на употребленный лекарственный препарат Трудное прохождение Пищи по пищеводу Когда кошка должна проглотывать большое количество сухого или иного корма Рвотный рефлекс вследствие надавливания пищи на свод гортани Важно! Любое из вышеперечисленных состояний может быть опасным для домашнего животного Так как в гортани не область дыхательного и пищеварительного Путей расположены близко друг от друга Кость попала в пищеварительную систему Часто животному дают пищу, содержащую кости курицы, рыбы Особенно опасен последний вариант, так как такие кости очень тонкие Могут пронзить пищеварительный тракт насквозь Это приведет к повреждению внутренних органов и гибели питомца Поэтому лучше сразу выяснить, что делать, если у кота застряла кость в горле Крупные куриные кости опасны тем, что могут вызвать мгновенное кровотечение Кость в горле оставлять нельзя Ее следует достать в ближайшее время, пока было оказано минимальное повреждение Как достать кость у кошки из горла, если у кошки что-то застряло в горле, что делать, расскажет ветеринар Можно выяснить все этапы извлечения инородного предмета на общем осмотре Если предмет застрял в гортани, его можно извлечь самостоятельно Первоначально человеку следует выяснить, насколько глубоко он прошел, были ли серьезные повреждения Если кость застряла на поверхности гортани, нет обширных повреждений, слизистой оболочки и мягких тканей Под ней можно извлечь его самостоятельно Если предмет находится в глубине гортани или пищеварительном тракте, возникло обильное кровотечение, человек не может справиться со Страхом лучше незамедлительно обратиться к ветеринару Часто котята могут давиться едой, так как прокладывают слишком большое ее количество Они достаточно малы, чтобы зафиксировать их и быстро извлечь инородный предмет Поэтому важно знать, что делать, если котенок подавился Во время извлечения инородного объекта кот может изворачиваться, убегать, кусаться, мешать процедуре Поэтому его следует зафиксировать Для этого можно использовать обычные ремни, которые натягивают сверху на телом животного Можно попросить другого человека держать лапки К сведению, если первую помощь оказывает ветеринар, он может дать седативное или снотворное средство, которое на время обездвижит питомца Если кошка подавилась, у нее в пищеварительной системе может быть повреждение Поэтому следует тщательно вымыть руки бактерицидным мылом перед попыткой достать объект В гладку засовывают один палец, в котором нащупывают окружающие ткани При этом лучше использовать фонарик, чтобы осветить пространство Если ощущается предмет, следует захватить его и медленно вытащить Быстро этого делать нельзя, так как части острых краев могут остаться внутри, например, если кот подавился рыбной косточкой Как зафиксировать питомца, если достать вручную не получилось, если самостоятельно справиться не удалось, что делать, если у кота застряло Кость в горле, расскажет ветеринар Для осмотра пищеварительной системы будет использован специальный прибор с камерой Если будет возможность, врач достанет предмет битравм для животного Если они неизбежны, врач может посоветовать операцию Если кошка начинает терять сознание от удушья Если кошка постепенно теряет сознание, это означает, что ее гортань полностью перекрыта Кислород не поступает в респираторный тракт, поэтому возможна скорая гибель без оказания первой помощи После извлечения инородного предмета дыхание может не начаться Поэтому следует делать искусственное дыхание На морду кота или котенка накладывают марлю, через которую вдыхают воздух в ротовую полость При этом в области сердца надавливают пальцами Когда нужен ветеринар, помощь профессионального врача необходима в следующих случаях Полное отсутствие знаний об оказании первой помощи Кровотечения из пищевода Кровохарка не подавилась Беременная кошка требует провести полный анализ ее здоровья Сделать УЗИ Отсутствие нормализации Здоровье питомца после извлечения инородного объекта Обратите внимание Часто в пищеводе может заострять несколько мелких рыбьих костей Человек достанет один из них, другая останется внутри Поэтому лучше удостовериться в полном отсутствии, проведя полную диагностику организма Профилактические меры В целях профилактики стоит следовать следующим правилам Давать животному рыбу без мелких костей Не давать трубчатые кости курице Использовать пищу, исходя из возраста Например, для котят покупать мелкий сухой корм Мелко резать мясо Для маленьких котят не Оставлять крупных кусков для взрослой кошки Вблизи них Кошки, так же как и люди, легко могут подавиться Их пищеварительный тракт достаточно тонкий Легко подвержен механическому повреждению Патологическое состояние могут вызвать трава, шерсть, рыбные продукты, мелкие детские игрушки Если у кота застряла кость в горле, что делать, какие условия соблюдать, должен знать каждый хозяин